Даже при минимальной ставке с Алимбет ты получаешь бонус. А если больше ставок, то и бонусы больше с каждым уровнем. Запомни, больше ставок, больше бонусов. Бонус-клуб Алимбет. Алимбет. Максимум от игры. Ну, нужно признать, что сегодня Оренбург играл в футбол лучше, чем факел, на мой взгляд. Вот, чтобы нам быть конкурентоспособными в этой лиге, у нас все футболисты должны в оптимальном состоянии подходить к матчу. Сегодня по причинам, с которыми еще предстоит разобраться, этого не случилось. Потому что мы опять наступили на свои грабли. Позволили сопернику бить два раза пенальти в нашу воротку. Был момент, когда мы вернулись в игру. Нормальная ситуация при счете 1-1. Апаев выходил на голевой момент. Я думаю, что как раз, наверное, этот эпизод был одним из ключевых. Футбол состоит из нюансов. Нужно реализовывать. Вот первый тайм, в принципе, мы нормально смотрелись, на мой взгляд. После этого, когда пропустили гол в раздевалку, немножко нас это выбило из колеи. Вышли, забили. Думали, мы в игре. Нет. Гол отменили. И после этого, я думаю, что это нам помешало. Мы слишком эмоционально реагировали на действия арбитра. Я не буду обсуждать, правильно или неправильно. Это другой момент. Это вообще не моя тема. Мне не понравилось отношение нашей команды на эпизоды, которые происходили на поле. Они разрушили нашу целостность. Мы поддались эмоциям. И от этого страдало качество нашей игры. На мой взгляд, соперник сегодня показал хороший футбол. Мы в курсе были, что там очень квалифицированные футболисты, сильная команда. Но сегодня тот случай, когда мы признаем, что они, наверное, обыграли нас по делу. Можно? Конечно. Василий Захаржевский, Матч ТВ. Скажите, пожалуйста, тот гол, который в итоге не засчитали, который забил Хазарапаев, в итоге, как вы думаете, он стал решающим в итоге в этой игре? Ну, момент тяжелый, конечно, потому что, когда ты проигрываешь, сравниваешь, опять очередной раз такая поддержка болельщиков, да, фантастическая обстановка, есть эмоции идти вперед, добивать. Ребята радуются уже в предвкушении, что сейчас еще атакуем, атакуем. Да, в гол не засчитали, это по нам ударило, но дело в том, что надо справляться психологически с этими моментами, мы не справились. На мой взгляд, момент, когда Хазар не реализовал хороший момент, плюс отмена гола, это два таких момента, которые повлияли на исход матча. Еще один вопрос, 4-1 в первом матче, 3-1 сейчас, в чем причина, почему вдруг Оренбург стал достаточно неудобной командой для «Факел», учитывая, что в первой лиге «Факел» успешно справлялся с этим коллективом? Ну, знаете, там, когда мы играли в Оренбурге, 4-1, там вообще без шансов было, но я бы не стал здесь сравнивать ФНЛ, РПЛ, совсем другой уровень, там команда Оренбург изменилась сильно, да, и мы поменялись. Я не могу сказать, что Оренбург неудобный для нас соперник, потому что, наверное, сегодня мы могли выступить немного лучше, и счет мог быть другим, поэтому я бы не уходил далеко глубоко, просто есть конкретный матч, где сегодня они смотрелись, на мой взгляд, лучше, чем мы. Дмитрий Анатольевич, добрый вечер. Два вопроса. Есть ли шанс, что мы увидим Алексея Гордова в воротах? И второй, каково самочувствие от Маркова, только когда он вернется стоит? Так, первый вопрос. Шансы есть, конечно, мы находимся все в такой ситуации, когда каждый доказывает свою работу на тренировках. По большому счету сегодня к Ильи у меня нет глобальных каких-то претензий. Посмотрим, еще разберем. Опять же, кто будет себя лучше проявлять, тот и будет играть. Это не только вратарей касается всех полевых игроков. А по Маркову, ну, Марков, к сожалению, пока лечится, и мы с нетерпением ждем, когда он вернется в общую группу. Александр Белков, газета «Коммерсант». Дмитрий Анатольевич, следующие две игры на выезде с соперниками посильнее даже, наверное, классом, чем Оренбург. Какие-то специальные подготовки будете вести с игроковистом, в числе в психологическом плане? Ну, знаете, здесь сложно сказать, какая команда сильнее. Есть всегда день матча, и непонятно, кто в каком состоянии будет подходить непосредственно уже к игре. Естественно, психологическое состояние, которое сейчас я видел в раздевалке, оно нас не устраивает. Будем готовиться, будем разбирать моменты. Нам в любом случае сейчас нет разницы, с кем играть, где играть, нам нужно побеждать. Есть еще вопрос? Дмитрий Анатольевич, у вас есть какой-то план, может быть, стоит в следующих матчах менять полностью игру, рисковать, потому что, по сути, отступать, пожалуй, уже некуда? Да, у нас план есть всегда, конечно. Так, другой вопрос, а где мы не рискуем-то? Мы сегодня рисковали, мы понимали, что нам нужно выигрывать, мы прессинговали, просто не всегда все из-за думанного получается. Да, другой момент, если бы мы, скажем так, не было на стратегии на матч, мы понимали, что мы играем дома, болельщики, мы всегда агрессивно стараемся действовать. Есть вариант, когда риск оправданный, а есть вариант, когда просто безрассудство на поле. Сегодня соперник нас заставлял рисковать, естественно, потому что они вели в счете, нам нужно было немного более агрессивно идти в атаку и большим количеством футболистов. С «Динамо» будет такая же история. Мы не будем отсиживаться в обороне, играть строго на результат, лишь бы не проиграть. Будем атаковать. Получится, получится. Есть еще вопросы? Виктор Иванович, Вы обещали, что будут удары. Но статистика сегодняшнего матча говорит, что ударов с нашей стороны. Ну да, ударов сегодня не добрали мы, но я же сказал, что сегодня в целом матч пошел не по нашему сценарии. Как раз я это все связываю с тем, что мы психологически не справились с этим давлением, которое на нас, скажем так, выпало на нашу долю. Но будем работать. Тут один рецепт. Всегда есть соперник, понимаете. И не всегда возможно показать свои лучшие качества. Понятно, что предстоит большой и глубокий анализ этого матча. Потому что, как я выше сказал, мы не показали игру, которую должны были показать. В чем проблема? Я сейчас не готов по горячим следам без анализа ответить. Вы толерантно сказали, что не будете оценивать действия арбитра, но Вам понятно или хотя бы технически объяснили, почему отменили гол Апарева? Мне до конца непонятен этот эпизод. Понятно, что у меня ракурс такой был. Я даже в монитор смотрел. Я не увидел какого-то такого момента, который бы привел к тому, что нужно было отменять гол. Но я могу ошибаться. Есть люди специально обученные этому ремеслу. Я думаю, что они просто посмотрят и уже определят, на самом деле, правильно гол отменили или неправильно. Вперёд! Погонять! 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 Наша детская высшая лига!